К другим темам. Неприятный сюрприз в преддверии Нового года ожидал сотни жильцов дома 23-1 на улице Макаренко. От управляющей компании им пришли счета за ремонт балконов от 10 до 12 тысяч рублей. Даже тем, у кого балконов и нет. Наш корреспондент Александр Попов встретился с жителями этой пятиэтажки и узнал подробности. Зоя Дмитриевна во время ремонта своего балкона специально переспрашивала рабочих, сколько она должна. Уверяли, что все бесплатно. Так и было до последнего времени. У меня пенсия 10 с копейками. Я всю жизнь работала, на лавке не сидела. Я ветеран труда. И где мне взять и больная вся ишемия головного мозга, ишемия сердца, катаракта и вообще все побочные еще. С чего мне платить десятку вот эту вот, а? Еще обиднее жителям первых этажей, у которых балконов и в помине нет. У меня балконов нету. Общие пользования. Не жаль, у меня соседка пустит тазиком белье, допустим. Если хочу, я белье вешать. Что делать? Я им все равно не буду. Пусть меня первый в Одессе всех на суд подает. Мы им все равно не будем платить. А начался конфликт с жалоб самих жителей. В квартире старшей по дому после запроса в ГЖИ отремонтировали балконную плиту. Люди пошли по моим стопам дальше. Вот. Они, ГЖИ приехала, сделала проверку. И предписание сделала уже сделать всему дому. Вот после этого, потом уже, когда всем сделали, начали говорить о том, что нужно платить деньги. Присвали на претензию. В управляющей компании говорят, что четыре года просили жителей собрать деньги на ремонт балконных плит. Мы могли отремонтировать там две-три штучки и прийти к тому, что в следующем году еще две-три штучки бы мы отремонтировали. А значит, мы ни в шестнадцатом году не получили согласия собственников, ни в семнадцатом году не получили согласия собственников, а плиты увеличиваются. Ни в восемнадцатом году не получили согласия собственников, а собственники приняли решение пойти написать жалобу на управляющую компанию. Управляющая компания на свой страх и риск вложила деньги в текущий ремонт балконов. Теперь считает, что жители должны компенсировать траты. В жилищной инспекции сомневаются в правомерности таких действий. Соответственно, это предпринимательский риск. Не всегда эти расходы могут ей быть компенсированы. То есть она пойдет в суд, скажет, извините, мы провели работу, а суд может сказать, ну а как вы, вы же предвидели, вы когда пришли на дом, вы же видели, почему вы согласились управлять этим домом. К тому же ремонт балконов за 670 тысяч рублей вполне мог пройти за счет средств, накопленных на капремонт. Почему мы должны платить сверху? У нас 900 тысяч, мы выписку сделали, 900 тысяч находится на капитальном ремонте, но фасад здания у нас запланирован на 29-й год. У нас рухнут балконы за это время. Просто рухнули бы. Техпаспорт дома не был актуализирован. И никакой заявки в фонд реформирования ЖКХ об аварийном состоянии балконов не поступало. Ремонт фасада запланировали на 29-й год. Если бы у них были бы данные другие, соответственно, и очередность проведения работ была бы совсем другая. В том числе, может быть, уже их провели бы. Однако этого не произошло. И управляющая компания в первые рабочие дни января подаст на каждого из жителей дома на Макаренко в суд. В свою очередь, областная государственная жилищная инспекция обещала в ближайшее время сделать проверку действий коммунальщиков. Мы будем следить за развитием ситуации. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова